Не всегда итогом борьбы в шахматной партии является победа одной из сторон. Нередко ни одному из партнеров не удается добиться выигрыша, и тогда партия признается ничьей. Самый простой пример ничейной встречи, когда на доске остаются одни короли. И, как мы уже знаем, по правилам игры короли не могут подходить вплотную друг к другу, и, следовательно, не могут ни объявить шах, ни поставить мат друг другу. Безоговорочно ничейными считаются еще и такие позиции, в которых у одного из партнеров, хотя и имеется перевес в силах, но он недостаточен, чтобы объявить мат одинокому королю противника. К таким позициям относятся следующие. Первое. У одной стороны король и слон, у другой только король. Второе. У одной стороны король и конь, у другой только король. Третье. У одной стороны король и два коня, у другой только король. Четвертое. У каждого соперника по королю и одноцветному слону. Известны и другие положения с ничейным соотношением сил, но они представляют собой более сложные случаи и будут рассмотрены позже. Если оба партнера повторяют одни и те же ходы, то результат также признается ничейным. Ничья фиксируется после троекратного повторения одной и той же позиции. Еще одна разновидность ничьи. Когда король, не находясь под шахом, занимает такое положение, что не может никуда пойти, не оказавшись под шахом, и в то же время нет ни одной фигуры его лагеря, которая по правилам игры могла бы ходить, говорят, что сторона, не имеющая ходов, получила пад. Такая игра признается ничьей. В разображенном на диаграмме положение очередь хода за черными. Черный король не атакован. Другими словами, он не находится под шахом, и в то же время он не может никуда пойти, не попав под шах, что не допускается правилами игры. Действительно, у короля есть всего две свободные позиции для хода, g7 и h8, но там он оказывается под ударом белого слона. Равным образом черные не могут пойти конем, так как это обнажило бы короля, который оказался бы под шахом белой ладьи. Такая ситуация на доске называется падом, а партия считается, окончившейся в ничью. Рассмотрим еще несколько случаев пада из встречающихся в шахматной игре. Ход черных. Король не находится под шахом, а пойти ему некуда. Поля b8, c7, d7, d8 находятся под боем белого ферзя. А поле b7 рядом с белым королем. На этой диаграмме ход черных. А все поля, на которые мог бы попасть король, контролируются белым ферзем. В этой ситуации белые должны сделать ход. Обратите внимание, что ни одна из фигур белых, кроме короля, не может сделать ход, так как на линиях возможных ходов стоят фигуры, не пропускающие их. Так перед пешками стоят неприятельские пешки, а по линиям допустимых ходов белой ладьи свои король и пешка. А любым возможным ходом король подставил бы себя под шах. На поле g2 ему угрожает черная пешка. На полях f1 и f2 черная ладья. Итог. Ситуация патовая. И, следовательно, ничья. Еще одним видом ничейного исхода является вечный шах. То есть ряд непрерывно следующих друг за другом шахов, от которых атакуемый король не может укрыться. Рассмотрим примеры различных игровых ситуаций, в которых одна из сторон объявляет вечный шах. Белый ферзь не выпускает черного короля из угла. Смотрите, ход белых. Ферзь идет на поле c7, объявляя шах черному королю. У него есть единственная возможность хода на поле a8. Остальные поля либо заняты, либо находятся под ударом белого ферзя. Тогда следующий ход у белых такой. Ферзь c8. И опять у черного короля единственная возможность хода на a7. И так далее. Белый ферзь объявляет вечный шах с полей c8 и c7. Игра, как уже упоминалось, прекращается после треекратного повторения позиции. Исход ничейный. Здесь аналогично действует ладья. Она идет на поле g7, и король черных оказывается под шахом. Единственный доступный для него ход на h8, после чего ладья опять последует за ним. Вечный шах. Ничья. В роли фигуры, объявляющей вечный шах, выступает черный конь. Следует только не ошибиться в выборе первого хода, иначе механизм вечного шаха не сработает. Конь идет на поле b3 и объявляет шах белому королю. Король делает единственно возможный ход на b1. Конь в ответ перемещается на поле d2, откуда угрожает королю. И последнему ничего не остается, как вернуться на поле a1, поскольку поля c1 и c2 могут быть атакованы королем черных. И далее ситуация повторяется. Вечный шах. Ничья. Вечный шах демонстрирует тандем ладья плюс слон. Слон объявляет шах с поля g2. Король вынужден уйти на поле g1. Затем слон отступает на поле f3 и передает слово ладье. Объявлен шах. Король вынужден бежать на поле f1. Тогда слон возвращается на g2, и король a5 должен спрятаться от него. Вечный шах организован. При этом важно найти правильное поле для отхода слона. Имейте в виду, если черные откажутся от вечного шаха и соблазнятся выигрышем ферзя, то они рискуют проиграть. Еще одна позиция. Белый слон действует по полям c5 и d6. Слон белых сделал ход на поле c5 и угрожает королю. У короля нет выбора. Он идет на поле b8. Ответный ход слона d6. И теперь вечный шах определяется этой парой ходов черного короля a7, b8 и белого слона c5, d6. Белый ферзь объявляет вечный шах по треугольнику h5, e5, e8. Белый ферзь делает ход на поле e5 и атакует черного короля. Ладья прикрывает своего короля, делая ход на поле g7. Белый ферзь ходит на поле e8 и вновь атакует черного короля. Тогда своего короля ходом на g8 спасает черный ферзь. Ферзь белых нападает с позиции h5 и на защиту короля бросается ладья. Все, круг замкнулся. Теперь белый ферзь будет вечно ходить по своеобразному треугольнику e5, e8, h5, объявляя шах черному королю. А его, стоящего в углу на поле h8, будут защищать ферзь и ладья. Союз ладья плюс конь демонстрирует весьма поучительный вечный шах. Конь пошел на поле b1. Угрожая белому королю. Король может пойти на поля a2 или a4. Поля b2, d3, b4 находятся под присмотром черной ладьи. Король идет на a2. Тогда черный конь возвращается на оставленную позицию и объявляет очередной шах. Король снова вынужден вернуться на поле a3. И последовательность шахов продолжится. Если же белый король при очередной угрозе попытается от шахов коня скрыться в углу a1, то его там настигнет мат. В такой ситуации черные избегнут поражения лишь в том случае, если ни на один ход не дадут передышки белому королю и будут шаховать с полей h4 и e1. Никакие другие шахи им не помогут. Ход черных. Ферзь идет на поле h4 и атакует белого короля. На поля h1, h3, g3 король пойти не может. Они находятся под контролем черного ферзя. Поле g2 занято. Остается ход на g1. В ответ ферзь возвращается на оставленную позицию на поле e1. И король вынужден вернуться на единственное подходящее поле h2. Ферзь отправляется на позицию h4. И так далее. Есть вечный шах. А следовательно и ничья. Делая ход на шахматной доске, перемещается лишь одна фигура. У этого правила есть одно исключение. Каждый партнер имеет право на своеобразный комбинированный ход, при котором передвигаются сразу две фигуры одного цвета. Король и ладья. Этот ход называется рокировка. Необходимым условием рокировки является то, что свободными должны быть поля между обеими фигурами. Рокировка производится следующим образом. Король первым переставляется по направлению к ладье через одно поле, то есть на поле того же цвета. А ладья переносится через него на другую сторону и становится рядом. Так как у партнеров по две ладьи различают два вида рокировки. На королевском фланге короткая, на ферзевом длинная. В позиции на этой диаграмме и белые, и черные могут по своему желанию сделать рокировку либо в короткую, либо в длинную сторону. Длинную рокировку мы делали, а короткая выглядит следующим образом. Король переставляется через одно поле, а ладья ставится рядом с ним с другой стороны. Обязательным условием рокировки является то, что ни король, ни ладья до этого не делали ходов. В позиции на этой диаграмме, кроме королей, только ладья А1 не делала ход, и поэтому, возможно, только длинная рокировка белых. Правила игры не позволяют производить рокировку в тот момент, когда король находится под боем неприятельской фигуры. Рокировка также невозможна, когда одно из полей, через которые должен пройти король, находится под ударом. На этой диаграмме поле Д8 находится под угрозой белого слона. А здесь ни короткая, ни длинная рокировка черных невозможна из-за угрозы белого коня. Рокировка также невозможна, если король после рокировки оказывается под боем какой-нибудь фигуры противника. Не является препятствием для рокировки нахождение ладьи под боем. Допускается и переход ладьи через битое поле в момент рокировки. Белый король может рокироваться в любую сторону. Продолжение следует...